И вновь проходит год за годом, Открытие всяких полон свет. Но что творят с моим народом? Для нас здесь уже места нет. Нам все леса повырубали, Нам выкачали нефть и газ. Враги нас круто обобрали И не стремятся прятать глаз. Они теперь уже повсюду, Плодятся твари среди нас. Живя по своему талмуду, Вновь за приказом гнут приказ. Они есть на любые масти, Куда ни глянь, они везде, И большинство у нашей власти. Очнитесь, русы, Русь в беде, Давно пора все вражьи рожи В три шеи гнать с родной земли. Самим им не уйти, похоже, Уж слишком много закребли. За тридцать щек себе наели, Кровавый отсидели пир. Довольно, хватит, надоели Поганить светлый русский мир. Пройдем через огонь и воду, Мы сильные, мы сможем все. Восстаньте, русы, за свободу, Врагов как ветром унесет. И очень скоро счастье будет, И радость ждет нас впереди. Пускай победа свет прибудет На нашем праведном пути. Аргументы и факты выяснили главный вопрос, который волнует россиян. И звучит он незамысловато. Кто главный ворюга? Владелец футбольной команды «Патриоты Новой Англии» говорит, что российский президент Владимир Путин украл у него одно из его колец Суперкубка. Это произошло во время его визита в Санкт-Петербург в 2005 году. Крафт также говорит, что администрация Буша оказала на него давление с целью замять данный инцидент. На этом видео, снятом в 2005 году, видно, как Владимир Путин держит в руках кольцо Суперкубка, которое принадлежало Роберту Крафту. Путин им восхищался, даже примерил его, после чего оставил кольцо себе. На мгновение показалось, что все это какое-то странное недоразумение. Владелец футбольной команды «Патриотов» сказал, что он подарил Путину кольцо в качестве символа, цитата, «уважения и восхищения Путином». Однако на прошлой неделе, когда в Карнеге-Холле ему вручали премию за благотворительную работу, Крафт рассказал иную историю. Согласно газете «Нью-Йорк-Пост», Крафт сказал, что администрация Буша надавила на него, чтобы он сказал, что он сам подарил Путину кольцо. Потому как сам Крафт никогда не желал расставаться с кольцом с бриллиантами в 4,9 карата. Сделанным в честь победы команды «Патриотов» в Новой Англии в 39-м Суперкубке. «Нью-Йорк-Пост цитирует Крафта. Я достал кольцо и показал его Путину. Он его надел и говорит, да я мог бы этим кольцом кого-нибудь замочить. Я протянул Путину свою руку, но он положил кольцо себе в карман. Его отгородили три бывших ГБшника, и они ушли». Еще тогда, в 2007 году, нынче покойная жена Крафта сообщила Нью-Йорк Таймс нечто похожее. Это было спустя два года после визита Крафта в Петербург. Для Кремля все это оказалось не такой-то уж веселой историей. Пресс-секретарь Кремля сообщил репортерам, что если Крафт настолько уж сильно хочет получить свое кольцо назад, Путин готов прислать ему другое кольцо в качестве подарка. Мне понравилось, как пресс-секретарь сказал, что Крафт может рассчитывать на другое кольцо, а не тот подарок, который Крафт хочет получить назад. Так получается, он признал, что кольцо у него? Очевидно, что да, потому что путинская администрация говорит, что мы пришлем вам другое кольцо. Кольцо в Кремле, они это признали. Кстати, в кольце инкрустировано 124 бриллианта, так что это не просто какое-то колечко. Они знают. Они подозревают нас. Несколько лет назад владелец патриотов Новой Англии Роберт Крафт был в России и показал свое кольцо суперкубка президенту страны, Владимиру Путину. В итоге кольцо перешло к Путину. Русские говорят, что это был подарок. Крафт говорит, что Путин кольцо украл. Ну, похоже, в итоге мы выяснили, кто же из них говорил правду. А вы видели, что произошло на саммите восьмерки? Знаете, Путин... Включите запись, давайте посмотрим. Посмотрите на канцлера Германии Меркель. Посмотрите на ее ожерелье. Смотрите, что делает Путин. Прелесть станет нашей. Еще один вопрос, который всплыл на прошлой неделе. Давайте отмотаем время на восемь лет назад, когда Роберт Крафт посетил Петербург вместе со своим кольцом суперкубка. Когда имело место встреча, рукопожатие. Один человек передал кольцо другому. По поводу Роберта Крафта и его приезда в Санкт-Петербург, и этой истории с кольцом, которое было вручено как бы Роберту Крафту, как тренеру команды, выигрывшему суперкубок. Что вы можете сказать по этому поводу? Аверсия корпуса – раз. Защитная реакция подъема плеча – два. Выражение страха на лице – три. Вы знаете, я не помню ни господина Крафта. Удобный провал в памяти. Ни кольца. Положительные эмоции восторга вруна. Положительная эмоция восторга часто сопровождается выпаливанием языка. Ну если это так, если это такая, я помню, что что-то там... Преувеличенное лицевое выражение – театральная постановка. Что-то там какие-то вручали, какие-то сувениры. Если это такая большая ценность для господина Крафта. Разумеется, для ВВНа, который считает федеральный бюджет России своим личным карманом, кольцо за 25 тысяч баксов – не такая уж большая ценность. Это ценность для господина Крафта и для соответствующей команды. У меня есть предложение. Мы изготовим... Я попрошу... Попрошу наши предприятия изготовить какое-нибудь действительно хорошее, чтобы было видно, что это какая-то дорогая вещь. Ворюга в курсе, что это была дорогая вещь. Кто-то еще будет утверждать, что патологический ворюга во главе России кого-то там на Западе не устраивает. И с металлом хорошим, и с камнем, и чтобы это изделие из поколения в поколение передавалось в команде, интерес на которой представляет господина Крафта. Я думаю, что это будет самым умным, самым... Самым пацанским решением. Партнерским решением этой такой сложной международной проблемы. Напоминаем вам, дорогие зрители, что за 15 лет нахождения у так называемой власти Вован одним лишь с писанием долгов всем, кому не попадя, нанес России ущерба на 130 миллиардов долларов, или 4 триллиона рублей. С 2004 года, после организованного Путиным и Бушем сговора по подъему цены на нефть до 140 баксов на ровном месте, Вован и его банда вывезли в банки США более 1 триллиона долларов сверхдоходов от экспорта наших нефти и газа, которые, если кто-то забыл, согласно Конституции России, принадлежат русскому народу, то есть нам с вами. НАТОвские ставленники Путин, Кудрин и Чубайс таким образом грабанули русский народ на более чем 30 триллионов рубриков. Все эти деньги, тявкающие на Обаму путинцы, вложили не куда-нибудь, а в процветание так ненавистного для них США. Разумеется, когда лишь одним этим действием Путин и его банда профинансировали экономику своих американских хозяев на 1 триллион долларов, уворованное колечко за 25 тысяч они своему карманному клептократу так уж и быть простят. Уже все знают о том, что Владимир Путин украл кольцо у владельца бостонской футбольной команды. И вот послушайте, сегодня он прямо во время передачи у телеведущей статуэтку Эмми истырил. Да мужик просто на пол головы больной. А теперь посмотрите, что он еще учудил. Мы продолжаем и усиливаем наше сотрудничество в этой области, включая доброе отношение к зимним Олимпийским играм в России. Не, ну честно, что с этим мужиком не так? Можно мне вам задать вопрос? Сколько стоит ваше ожерелье? Ну, примерно. Ну, это очень неожиданный вопрос. Но вы-то мне ставите неожиданный вопрос. Ну, что касается воров, то, уверяю вас, они уже смогли это оценить. Так что вы можете смело назвать приблизительную хотя бы цифру. Я рада сказать, что несколько сотней фунтов. Отлично. Сотни фунтов. Окей. Вы не могли бы мне его продать за пять копеек? Британцы насчитали у Вавана 130 уворованных непосильным трудом миллиардов. Ваван вместе с роднёй и дружбанами нагребли на 56 миллиардов больше, чем мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим. Замечательная новость на сайте CNN под заголовком. На что Путин тратит уворованные миллиарды? Первое. Дворец за миллиард долларов на побережье Черного моря. Второе. Замок на полуострове Сент-Тропес во Франции. Третье. Дворец в Ля-Загалета, рядом с Марбеллой в Испании. Испанский портал Ванитатис подтверждает, что купить собственность в роскошной Ля-Загалете Путина убедил другой альфавор, Лужок, который уже имеет там резиденцию, заработав на неё на отсутствие дорог в Москве, на удушении москвичей газами от стоящих в пробках машинах и на медведевской программе ограбления населения под названием «недоступное жильё». Испанский портал Ванитатис уточняет, что Путин строит себе в Ля-Загалете, цитата, «роскошный бункер». Также портал напоминает, что Марбелла – это известное прибежище беглых диктаторов, в особенности кубинского диктатора Батисты. Также портал докладывает, что альфавор Лужок хочет построить себе нечто аналогичное на побережье Марокко, где у его жены также имеется собственность. Резиденция старика Кабаева – одна из самых больших в Марбелле. Там имеются свои собственные спа и тренировочный зал, кинотеатр, бар с пианино и два бассейна. Вилла находится по соседству с виллой рода Стюарта. После преступной аферы по личному сведению счетов с грузинским пожирателем галстуков появились сообщения о том, что трижды самый влиятельный политик в мире занимается тем, что раздает взятки маленьким Тихоокеанским островам, дабы те признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Также говорится, что уворованные у русских детей деньги Путин раздавал в Венесуэле – 2,2 миллиарда долларов. Один миллиард народных денег был подарен Никарагуа. Еще 50 миллионов долларов были отобраны у тяжелобольных детишек и отданы Тихоокеанскому островку Науру. Однако обкрадывание умирающих русских детишек не прошло Кабаеву даром. Самые последние новости из Тихоокеанского региона. Несмотря на все полученные взятки, одного звонка от администрации Обамы было достаточно, чтобы Тихоокеанский микроштад Тувалу с населением в 10 782 человека 31 марта 2014 года послал куда подальше самого влиятельного политика в мире и перестал признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. В настоящее время результаты путинской авантюры 2008 года признают лишь три государства – Никарагуа, Венесуэла и Тихоокеанский островок Науру, который пока держится, но в любую минуту также может послать военные завоевания Путина куда подальше. Но это так, небольшое отступление на тему того, чем обычно заканчиваются воровские аферы национального лидера. Сегодня опубликованы сведения о доходах руководства страны. Президент заработал в 2012 году примерно 5 миллионов 790 тысяч рублей. Как сказано в декларации, у Владимира Путина участок земли – две квартиры, гараж – три машины. Что касается Дмитрия Медведева, он указал сумму в 5 миллионов 800 тысяч рублей. Глава государства располагает земельным участком и двумя квартирами. Одна в собственности, другая в пользовании. Также в собственности гараж и гаражное место в пользовании. Из транспортных средств у Владимира Путина по-прежнему две раритетные «Волги», «Нива» и автомобильный прицеп. Нищий царь, национальный лидер, в личной собственности которого за 15 лет узурпации власти в самой богатой стране мира, скопились лишь ржавый ГАЗ-21, прицеп «Скиф», унылое выражение лица и хронограф «Лангиумдзонный турбограф» за 500 тысяч баксов. Видимо, ради покупки данного экземпляра старик Кабаев бомжевал в течение 6 лет, потому как стоимость лишь одного данного хронографа в 6 раз превышает то, что каждый год декларирует главный коррупционер России. Когда вор крадет, он исходит из того, что потерпевший не видит, что он делает. Общая стоимость коллекции часов Путина – около 700 тысяч долларов. Причем это только то, о чем стало известно. Сколько еще других сверхдорогих хронографов Путин в одиночестве лобызает, спрятавшись под одеялом с фонариком, нам неизвестно. Ну что ж, украсть миллиарды без убеждений вряд ли получится. Вопрос, какие это убеждения? И должен ли вор за свои убеждения пострадать? Справедливо ли это? Путинский хронограф за 17 миллионов рубликов состоит из более тысячи частей. Корпус выполнен из платины, прозрачная часть из сапфира. Несмотря на то, что альфа-вор при любом удобном случае напоминает своему электорату, что у его банды на нужды быдла денег нет и не предвидится. Можно говорить о том, что вот у нас будут там якобы деньги дополнительные и все. Но зачем сами себя обманывать? Время от времени Вован подзаряжает свою самооценку, раздавая наворованные охолопом старского плеча. Как, например, бэушный бланкпан Акваланг за 10 тысяч долларов сыночку тувинского пастуха и тульскому слесарю. За 15 лет криминальной стабильности фюрер нагреб себе 4 яхты, 58 летательных аппаратов, включая 15 вертолетов, порядка 700 ультра-роскошных автомобилей, 20 резиденций в виде дворцов и замков, а также царский сортир за 75 тысяч баксов. Это вообще кот наплакал. Для экономики России почти ничто. Продолжение следует...